Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы с вами завершаем чтение ветхозаветного нигилиста, книги, содержащие больше вопросов, чем ответов, книги Экклезиаста. Сегодня перед нами последняя, 12 глава. Здесь уже нет места ни придворному этикету, ни рассуждениям о любви или дружбе. Все внимание автора поглощено последней темой – смертью. И помни создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужесилы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будут вставать человек по крику петуха, и замолкнут дочери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовый окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал экклезиаст, все суета. Это библейский гимн старению и смерти, если эти процессы вообще можно воспевать. В современном христианском благочестии мы пытаемся выработать, ну, хоть сколь-нибудь спокойное отношение к этому, ну, как, например, митрополит Антоний Сурожский, который говорит, что человеку, всю жизнь пылавшему силами, как огромный костер, также нужен и полезен опыт тихого свечения, подобно колеблемой ветром свече. Это опыт последнего умоления, крайнего смирения перед бренностью и немощностью тела. Важно, однако, помнить, что такое восприятие старения и в конечном итоге смерти возможно только в свете веры в бессмертие души, во всеобщее воскресение мертвых и в силу спасения, дарованного каждому человеку Христом. Автор же данных строк не имеет веры во все вышеперечисленное. Он со скепсисом говорит о посмертном бытии души. Ни словом не обмолвился о воскресении. Ему чужды и прозрения древнего страдальца Иова, утверждавшего со всей возможной для него верою, а я знаю, что Искупитель мой жив. И он в последний день вас ставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я в плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Поэтому не стоит насыщать данный фрагмент какими-то чуждыми ему аллюзиями. Пытаться разглядеть здесь что-то созвучное нашему мировосприятию. Здесь этого чрезвычайно мало. В апокалиптических образах распада мира, как некоего прекрасного дворца или, может быть, даже самого святого города Иерусалима, описано угасание человека. Рассмотрим некоторые из них. Таргум, древний пересказ ветхозаветных текстов на арамейский, прямо соотносит описываемые катаклизмы со старением. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. Таргум пишет. Тогда изменится сияние лица твоего, подобно солнцу, и погаснет свет твоих глаз. В тот день, когда задражатся терегущие домы, согнутся мужесила, говорит экклезиаст. Пошатнутся колени твои и затрясутся руки, скажет Таргум. Перестанут молоть мелющие, потому что немного их осталось, и помрачатся смотрящие в окно. Это выпадающие зубы и слабеющие глаза. Будет вставать человек по крику петуха. Это плохой сон стариков. Замокнут до черепения, слабеющий слух, для которого и прекрасные песни становятся как бесцветный шепот. Зацветет миндаль, седина покроет голову. Рассыплется каперс. Эвьона, каперс на иврите, параллельно обозначает и страсть, вожделение. То есть говорится о охлаждении половых желаний. Эта песня старения заканчивается логичными финальными аккордами. Ибо отходит человек в вечный дом свой. И готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у колодца, и не обрушилось колесо. То есть есть нечто, что как бы незримо, неощутимо связывает в целое человеческое бытие, не дает ему распасться в этому странному союзу материи и духа, реализованному Богом в человеке. И повязка, и цепочка описаны как изделие из драгоценных металлов. То есть драгоценна жизнь. Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце, скажет экклезиаст главою выше. Но и эта повязка рвется. Сыплются две звенья этой драгоценной цепи, и на человека наваливается мрак, наступает смерть. И в этом ужасающем гимне звучит один из утвердительных ответов экклезиаста. Мы, возможно, уже и забыли, что он задавал риторически созерцательный вопрос. Он спрашивал, «Дух сынов человеческих восходит ли вверх? И дух животных сходит ли вниз, в землю?» Когда автор переходит от теоретических рассуждений к констатации фактов, ему уже не удается сохранить прежний скепсис. Он уже утверждает, возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который его дал. В Боге место пребывания человеческого духа. Это он дал дыхание жизни. Создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою, говорит книга Бытия. И к нему же, к Богу, это дыхание возвратится. Не смог человек удержать этот дар, презрел предложенную Богом прохладу дня Эдемского сада и не спал в терне истории. Поэтому не Бог отнимает дух. Но как уже неудерживаемый в тленном теле, дух сам стремится к подобному. Дыхание жизни возвращается к жизни как таковой, к абсолютному бытию, к Богу. Но вечным домом человека по экклезиасту оказывается не покой в Боге, а, увы, лишь могила. Обрушилось колесо над колодцем. То есть не начерпать более воды, не влить сил в истончающееся собственное бытие. И в самом конце этой книги мы не можем не сказать о том, что великая книга вопросов человека не осталась без ответа. В наблюдаемом порядке вещей не видит мудрейший автор никакого выхода, никакого просвета. Все распадается, все истлеет, юность сменится старостью, и мудрец и невежда сойдут в могилу, то есть все суета, и человек, и вообще бытие как таковое. И издалека, из уст другого еврейского мудреца мы услышим творение покорилось суете недобровольно, что все творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И потом он же, да, апостол Павел продолжит. Ибо знаем, что творение совокупно стенает и мучается до ныне. Не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Это послание к римлянам. Оказывается, что живущий в нас Дух не просто ожидает своего возвращения к Богу, своего освобождения от тяготящей его телесности. Мы ждем именно восстановления полноты бытия. Всего человека, да, и тварного мира, в том числе, в Боге. Искупление, выкуп, восстановление отношений завета. Творение ожидает искупителя. Он и даст ответ на вопрошение экклезиаста. Он, Иисус, сын Давида, даст ответ другому сыну Давида, Соломону, о сути и смысле творения, о вечном домостроительстве Божьем, о свободе и славе, к которым призван человек. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, призывает истины сын Давида. Над его источником не рухнет колесо. Его повязку пытались разорвать, цепь должна была распасться на звенье. Но истину о нем увидел уже Исаия, говорящий, он истезуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца он был введен на заклане, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Он отторгнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Посему, говорит Бог, я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих. Из-за преступников сделался ходатая. Сам Христос скажет об этом. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня. Я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Экклезиаст боится смерти. И Христос, сын Давидов, сойдет в смерть и разрушит ее власть. Евангелие. Вот ответ на вопросы Экклезиаста, перед которыми безмолвно вся ветхозаветная литература. В завершении хочу заметить, что эта ситуация бессилия ветхозаветного учения над вопрошениями Соломона прекрасно отражена в двух эпилогах, не относящихся непосредственно к основному тексту. Возгласом «все суета» завершается, в общем-то, книга. Однако еще несколько стихов остается перед нами. «Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал, составил много притчей, старался Экклезиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно». 9-10 стихи. Это первый эпилог. В нем мы слышим апологию, защиту учителя учеником от критики. По-видимому, этот человек принадлежал к школе последователей Кахелета. Ввиду высокой скандальности озвученных автором резких тезисов, ученику приходится припомнить то добро, что делал учитель, просвещая народ. Кроме того, обязательная и нормативная ссылка на предыдущую традицию, чтобы никто не подумал, что автор писал от ветра своей головы. Так говорится, он все испытывал, исследовал, приискивал изящные речения. Хотя это, конечно, слабое оправдание, и книга сильна именно яркой авторской позицией, не прячущейся за школьные авторитеты, а резко с ними полемизирующей. В итоге ученики настаивают, слова истины, записанные их учителем, верно. А вот второй текст. Слова мудрых, как иглы, как взбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо оно или худо. Это великолепный второй эпилог. Он прекрасен своей непосредственностью. Древний книжник-переписчик был так скандализирован прочитанным, что не смог не оставить пометку для всех, кто после него обратится к этому тексту. Он, конечно, склоняет голову перед авторитетом, но из-под лобья бубнит свое. И краткий смысл этого своего как бы не берите в голову. Отеческая охранительная позиция звучит здесь в каждом слове и формализуется, в общем-то, в выражении «сын мой», ни разу не встретившимся нам до этого в книге. Никогда автор экклезиаста так свысока не обращается к своему читателю-собеседнику. Он ведет с ним равный диалог, предлагает ему итоги размышлений всей своей жизни, но предлагает это на суд равного, поэтому оставляет здесь много открытых вопросов. Здесь же елейная норовоучительность, что сейчас-то в этих двух строчках нам, глупцам, объяснят весь реальный смысл текста, оставившего столько недоумений. Мы поймем, что убийца дворецкий, и успокоимся. Более того, автор эпилога с некоторой пренебрежительностью относятся и к самому такого типа духовному поиску. Как бы, к чему все это, если все сказано Моисеем? Поэтому, что сверху этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет. Много читать утомительно для тела. То есть, не обременяй себя размышлениями. Странный итог для мудреца, не правда ли? Какой же тезис, с точки зрения переписчика, должен внести ясность во все предыдущие метания? Тезис прост. Бойся Бога, заповедь его соблюдай. В этом все для человека. О чудо и откровение. Конечно, прошу прощения за скепсис, но эта мысль столь тривиальна и однозначно для всего Ветхого Завета, является столь общим и понятным местом, что в данном случае звучит как заезженное в нашей культуре слово духовность, оставляющее теперь лишь снисходительно-саркастическую смешку, столь выхолощено это глубокое слово множеством случаев совершенно неуместного употребления. Но не могу не заметить, что метания и размышления автора в итоге оказались столь чужды, например, иудейской традиции, что только вот эта ремарка переписчика позволила в итоге оставить книгу экклезиаста в каноне. Сказал Раф Иегуда, мудрецы думали упразднить книгу Кахелят, потому что она полна внутренних противоречий. Почему же ее не спрятали? Потому что начало ее слова Торы и конец ее слова Торы. Как сказано, Бога бойся и заповеди его соблюдай, потому что в этом весь человек. Подобного же рода мысли встречаем мы и у христианских толкователей, считавших такой финал единственно осмысленным завершением всех соломоновых метаний. Можно ли сказать что-нибудь короче, справедливей, спасительней, задается риторическим вопросом Блаженный Августин. Освятитель Григорий Двоеслов продолжает. Книга потому названа проповедник, что в ней Соломон как бы себе усвояет мысли волнующейся толпы, дабы после рассмотрения их сказать то, на что бы согласилась вникнув и неопытная толпа. Он останавливает волнение всех и заставляет их соглашаться на одну мысль. Выслушай конец всего, Бога бойся и заповеди его храни. Любовь к простой дидактике оказывается не способна к воспринятию столь неоднозначных тезисов. Завершая наш цикл, хочу еще раз вернуться к ранее озвученному тезису. Экклезиаст – целостное произведение, полное вопросов метущегося духа и совершенно не подходящее для чтения в какой-нибудь предрождественский вечер «У камина детям». Это, в общем-то, не тот текст, который соответствует образному ряду, возникающему у обывателя при слове Библия. Но это важнейший текст. Это крик недоумения, обращенный к небесам. Крик человека, немогущего найти верного пути. И на этот крик даст ответ тот, кто сам есть путь, истина и жизнь. Иисус Христос – Сын Божий и Сын Человеческий. Продолжение следует...